Опа-на! Всем салют и всем привет! С вами Андрей Доцент и это... Бэтмен Тэтл Сириус, четвертый эпизод Страж Готэма. Брюс и Бэтмен должны создать новый союз и сразиться со старыми врагами, чтобы защитить невиновных и спасти Готэм от погружения в хаос. Ну что, давайте посмотрим, что сможет сделать наш... сумасшедший летун в черном. Загрузка. Сейчас обычно и как и всегда будет, как вот и написано в предыдущих эпизодах. Что же случилось-то в предыдущих трёх эпизодах? Давайте посмотрим. Вспомним, освежим память. Угу. А! Почему ты это сделал? Ты был нужен, Харви. Почему ты спас меня? А, на самом деле ещё не видел. Они всё это время завёртывали меня. И всё жутко немело. Может, не всё так плохо? Наши акции падают. Совет теряет веру. Уэйн Энтерпрайзис нужно новое лицо. Озвальд Кобалпот. Ты единственный союзник, который у меня есть в этом здании. Это важно. Мне нужно, чтобы ты стал моими глазами и ушами. Хорошо, я сделаю это. Держи Озвальда подальше от дела исследований и разработки. Ты хороший человек, Брюс. Да, помню это событие. Ох, мы там, конечно, конкретно пальнулись. Ха-ха-ха-ха. Я не успел. Ну же, Селина, я должен рассказать тебе, как я. Брюс. Да, да, было лупилово это. Селина, думаю, тебе надо уехать из Гута. А чё он как-то так переместился странно? Дело не только в Харви. Тебя ищут дети Аркхема. Здесь сейчас небезопасно. Да. Возможно, ты прав. Чё, он как Слендер переместился вроде. Ручку уронил. Это не... Опа-на. А, да-да-да-да-да. Крыша-то поехала. Нас укололи. Укололи. Вот у него взгляд-то обалдевший. Ну всё. Как так-то? Это же это, Вики Вейл, всё замутило. О! Думаю, пора тебе узнать моё настоящее имя. Я леди Аркхем. Мда. Вот такой вот у нас старт. Интересно, чё же будет дальше? Так, главное вообще не отпускать мышку с клавиатуры, А то я один раз так расслабился, отпустил и пальнулись конкретно. Боже мой, надеюсь, подобного не повторится. Ну да ладно. Усаживаемся поудобнее, чаёчек в ручки. И давайте смотреть на эту захватывающую историю. Порой приходится смотреть правде в глаза. Ох, нифига себе. Возмездие, Брюс. Нифига себе. Это реально он там так этого лупит или нет? Ну? Нас в дурку, походу, упрятали. Вон и вены. Психушки очутились. Все в шрамах. Ой, все в шрамах, нифрена себе. О, боже. Где я? Подъем. Ладно, ладно, я встаю. Да шо ж такое, а? До сих пор он никак не отпустит. Ради бога, наденьте что-нибудь. Вот-вот, врач придёт. Он просто в Мафию 3 прииграл. Врач? Какой ещё врач? Всё. У меня такая же была реакция, когда я там все эти косяки подмечать начал. Хе-хе-хе. Меня точно так же колдырило. Так, дверь, камеры, разрушена стена. Давайте-ка осмотрим. Похоже, кто-то серьёз вышел из себя. Чудесно. Ну, в таком состоянии мы вряд ли сможем сражаться. Нам, скорее всего, фитиль вставят. Поэтому особо выпендриваться не будем. А чё в крови-то всё, смотрите, да? Нихрена себе. Комбинезон. Так, ржавая койка. Это моя кровь? Боже, надеюсь, она моя. Так, комбинезон. Открыть. Комбинезон надеть. А ну-ка, стойте. Комбинезон шо-то такое. Проверить. Лечебница Аркхам. Этого не может быть. Блин, нас реально отправили. Ну, правильно мы там при людях начали лупить? С них вы гляньте, как вена, да, до сих пор? Это не по-настоящему. Слушайте, а может быть реально глюны? Скорее всего. Ну, нет, ну вы гляньте, да, чё с рукой стало? Обалдеть просто. Ну, давайте откроем, посмотрим. Ну-ка. Вы гляньте, нас до сих пор, да что ж такое-то, а? Ну, как так-то? Чувак, соберись, тебе лучше выглядеть пристойно. Да куда там? Устроился? Хорошо. Ой, какая рожа. Что-нибудь нужно? Воды? В туалет? Крысиного яду? Раньше у меня просили верёвку. Почему я здесь? Для начала вы можете рассказать, почему я нахожусь в лечебнице этой. Что, золотой мальчик не помнит? Озвальд Кабалпот, ты превратил его в кровавое месиво. Чуть не убил. Поэтому ты здесь. Припоминаешь? Можешь устраиваться поудобнее. Теперь это твой дом. Пора познакомиться с соседями. Ой, блин. Оп. Мда. Ой, блин. Что это твой отец мне рассказывал обо мне, когда он упёк меня сюда? Оставил меня гнить в этой проклятой дыре. Кому-то придётся за это заплатить. Всем сердцем надеюсь. Вы ещё... Я не мой отец. Мне остачаротело, что всем нет за то, что сделал мой отец. Я не он. Моё избиение ничего не изменит. Может и нет. Ну ты далеко от него ушёл, Вейн. Да что б такое, а? Ой. Эх. Блок. Так. Да что б тебя... Ой-яй-яй. Ой, блин. Да, давай-давай-давай-давай. Так вот. Ну. Брюс уже, конечно, не торт. Ох ты, ё-моё. Всё. Может быть, хотя бы себя придёшь? Спой нам, птичка. Местный комитет повстрече становится всё хуже, не так ли? Что за... А, грубо. Невешливо. Как тебе это? Ты просто жалок. Ты их так раскидал-то? Кто... Кто ты? Твою мать! Дружище, эй! Ты в порядке? Выглядишь не слишком. Я в порядке. Я в порядке. Просто пара ушибов. Ух, крутой парень. Нила. Что здесь происходит? Как я и говорил, доктор, эти миротзавсы напали на новенького. Ну кто это сделал? Кто это ты? Конечно нет. В основном это произошло из-за того, как я пришёл. До того точнее. Новенький оказался сильнее, чем кажется. Правда, дружище? Брюс, это всё действительно так и было? Всё было как в тумане. Я правда не знаю, что случилось. Всё было как в тумане каком-то. Похоже, вы пережили очередной психотический эпизод. Мы должны обратить на это внимание. Дежурный, что был здесь раньше, взял у этих людей деньги и пустил их в мою комнату. Он дал им шокер. Я знал, что ваше появление в Аркхеме может вызвать некоторое возбуждение, но не ожидал, что всё произойдёт настолько быстро. Я всё сделаю для вашей безопасности, но вы должны быть осторожны. Нам, хорошим парням, надо держаться вместе, правда? Я всегда осторожен. Не волнуйся, я всегда осторожен. И похоже, что вы вполне можете за себя постоять, но всё же, лучше не рисковать. Вам повезло, что помощь пришла так быстро. Просто подыскиваю новичка. Кстати, я доктор Джон Лэнд, руководитель отдела психиатрии. Я буду лично заниматься вашим случаем. Мы переведём вас в другую палату, Брюс, которая не будет залита вашей кровью. Следуйте за мной. Извини, не разобрал. Как тебя зовут? Меня? Он никогда не представлялся никому. Что? Мы просто назовём его Джон Доу. Точняк. Слушайте, похоже, это Джокер. Вот только этого нам не хватало. Этот чувак, не знаю, как вам, ребят, но у меня от него всегда какая-то тряска немного. Настолько непредсказуемый психопат, таких вот реально ещё поискать просто надо. Это же вообще... Особенно эта улыбка, ну вот всё ясно. Джон один из наших самых успешных пациентов. Он с нами уже довольно долгое время. Уверен, он проводит тебя, правда, Джон? О, да. Я покажу ему всё до последнего. Думаю, пока вам лучше находиться рядом с ним. Господи. Зелёные волосы, улыбка фирменная, бледная кожа. Знаешь, Док, наш последний сеанс был таким... полезным. Рады это слышать. Ваш следующий осмотр состоится через несколько недель. Я рада, что вы стали лучше. О, с каждым днём, доктор, с каждым днём. Я не могу почувствовать вкус! Я не могу почувствовать вкус! Боже мой. Будь осторожнее, Брюс. Некоторые из этих ребят кусаются. М-да. Так он здесь как-то более-менее это самое... Может, притворяется, скорее всего. Вы помните, как я первый раз оказался в комнате отдыха, доктор Леланд? Как я могу забыть? Вам нужно было научить меня играть в шашки. Да, но... Глотание фигур... Да что ж такое? Не-не-не! Вам нужно меня отпустить! Я должен предупредить президента! Вы не знаете президента! Они не любят, когда пользуются телефоном. Потому что телефоны только для персонала, никаких исключений. Этого парня не остановить! Такая настойчивость. Ошибся номером, тупица! Джон! Я зайду к вам двоим немного позже. Не волнуйтесь за нас, доктор Леланд. Я как следует о нём позабочусь. М-да. М-да... Однако, с недурно так всё. По сути, то есть мы сейчас встречаем, наверное... Если это Джокер... Ну, скорее всего, это он всё-таки. Самого главного злодея всех времён и народов Бэтмена. Добро пожаловать в лечебницу Аракхэм, Брюс. Верь или не верь, кое-кто здесь вполне сумасшедший. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Угу. Но все здесь дружелюбны в основном. Страж Готэма. Я бы... ...был поосторожнее рядом с этой парочкой. Он небольшой любитель чужаков. Кто именно? И ты знаешь, самую чуточку склонен к вспышкам насилия. Что они сделали? Это ЗАС, да? Это Аркхэм, Брюс! Включи своё скудное воображение! Убийство, нанесение увечья, кровавые побоища. Обычные дела. Так, посмотрим. Вон там на койке, умник какой-то, начинается его любимая передача. Он никогда её не пропускает. Так, приятеля, рекламная пауза. Встаём, встаём! Где? Где пульт? Ох, небось, дежурные забрали. Ну ты не бойся, я спрошу, Лэланд. Она хорошо ко мне относится? О, чуть не забыл. Вот. Что это? В задницу засунул. Чё новое получается, всегда в задницу засовывает себе. Самая надёжная камера хоронения у Бэтмена. Там много всякого вылезает, по всей видимости. Но судя по тому, что это так ушёл, по всей видимости, тут кто самый сумасшедший, непредсказуемый, как раз наш Джокер. Он прикидывается по-любому. Это же настолько иррациональная личность. Его вылечить... Это он тут всех с ума сведёт, всех докторов. Использовать ключ. Так, ну-ка, это чё-то кругами ходит. Билли! Билли, я чё... За ним, что ли, ходить буду? У тебя тяжёлый случай мозговых ножей. Я-то знаю, я-то знаю. Уйди от меня! Мне мозговых ножей не надо, спасибо, мне уже сделали уколы. Боже мой, ну нас занесло. Так, вот это вот... Да, ЗАС, ЗАС, дежурный. Дать ключ? Нет, спасибо, ключ мы тебе давать не будем. Ты отвалишь? Ну, этот не даёт мне пройти. Так, давай-ка вот так вот. Ну-ка, поговорим с Виктором этим ЗАСом. Брюс Уэйн. Тебя здесь хорошо знают. Какой-то Брюс Уэллист. Убираешь врагов, чтобы оставаться на самой вершине. Мне нравится твой стиль, парень. Что ты знаешь про Джона? Во. Тот парень, с которым я пришёл. Что ты можешь мне сказать о нём? А Джонни Доу? Его многие боятся. Почему это? По той же причине, по какой люди боятся торнадо. Они несут хаос. Непредсказуемость. Как профессионал скажу, что нахожу его работу несколько топорной, но он явный энтузиаст своего дела. Это нельзя не признать. Блин, да, вот точно Джокер, сто пудов. Непредсказуемость, хаос, это про него. А этот прям на этого был похож. На Лекса Лютера. Он жульничает. Он читает мои мысли. Лезет мне в голову. Жулик! Говорю тебе, если бы я умел читать мысли, то на твои не стал бы тратить время. Вот он. Эгей, дружище. Скучал по мне? Я по тебе скучал. Но угроза всё же остаётся. Дети Аркхема никуда не делись. И не будет мне покоя, пока на улице Готэма не вернётся безопасность под моим полным контролем. Ничего хорошего ждать не приходится, да? Да. Джон Доу, неизвестный. Так, погодите, ну-ка, шкафчик, может быть тут что-нибудь есть? Давайте попробуем. А там же этот стоит. Наверное, это не тот ключ. Сестринский пост, постучать. Давайте постучим. Ну-ка. Эй, я хотел спросить, обедать ещё рано? Не, простите, я не... И для таблеток ещё рано. Отвали. Да. Хороший разговор получился. Просто замечательный. Ворота. Посмотреть сквозь. Так, а тут что-нибудь ещё есть? С Засом поговорить можем? Чё тебе надо? Что это у тебя за шрамы? Что это всё такое вообще? А, этот оказался бездомным, завязшим в полной безнадёге. Ха, полный автобус детишек. Это он всех убил, что ли, ни хрена себе? Этот парень хотел совершить самоубийство, но ему не хватило смелости. Этот парень хотел меня ограбить. Так, вот что, хватит. Да, ну-ка ещё спросим. Может быть, он скажет, от чего ключ? Чё тебе надо? Есть идея, от чего этот ключ? Что он открывает? А мне откуда знать? Убери от меня эту хрень. Мне неприятности с дежурными не нужны. Ладно. От него мы особо не узнаем. Ключ отдавать этому не будет. Ой, блин, это тут! Бэтмен с тем парнём круто... Парнем обошёлся. Просто оставь его в покое. Чёрт, да? Я помню. Было дело. О! Арнольд, слушайте. Так, умник Льюлис. А ну-ка, давайте поговорим с Арнольдом. Эй? Алло? Уйди! Арнольд занят! Клянусь, будешь к нему приставать? Порву. Что ты можешь мне рассказать о неизвестном Джонни Доу? Что ты о нём знаешь вообще? О Джонни? Ничего. Ничего не знаю. Джон? Да он славный парень. Так меня смешит. Хочешь знать кое-что странное? Никто не помнит, как Джон оказался в Аркхеме. Даже доктора. У них нет записи о том, как его сюда привезли. Казалось бы, такой тип с зелёными волосами должен хорошо запоминаться, да? А вот, ничего. Действительно. Как из ниоткуда появился. Чего ещё? Ээээ, забавный трюк. Мило. Слушай, братан, на Арнольду тут нелегко приходится, и никому не надо, чтобы всякие жалобы мешали ему лечиться. Так что, если ты не по делу, отвали. Ну и давайте последний диалог. Почему сразу нельзя сказать? Каждый раз приходится заново говорить. Ну-ка, параключик узнаем. Есть идея, что открывает этот ключ? Это Джон дал тебе этот ключ? Только не опять. Только не опять, что? Ничего, просто уйди, я тут занят. Слыхал? Чё сказали, отвали. Ага, смотрите, то есть этот уже в курсе. Про ключи чё-то нехорошее. Сундук. Так, ну-ка, умник Льюис. Ты чё? Совсем что ли того? Знаешь, я ведь на самом деле не сумасшедший, если тебе это интересно. Да не волнуйся, я тоже не сумасшедший. Да-да, будь так, ты бы здесь не находился. Ну? Ээээ, само собой. Чё-то диалог как-то вообще ни о чём. Ну-ка, чё в сундуке-то у нас? Осмотрим Аркхэм. Ну-ка. Используем ключ. Слушайте, может быть, это прикол какой-нибудь будет? Он даст нам ключ, а оттуда игрушка вылетит. Ну-ка. Он же помешан на всех этих своих клоунских... Не выходит. Да, реально не выходит. Странновато. Вот к дверце подходить... Мне кажется, вообще не вариант поговорить. Ну-ка, давайте-ка поговорим с дежурным. Прости, сейчас не могу говорить. Не надо следить за этим парнем. Нет, интересно, он такой здоровый. Может там раскидать их условно, а... Представили к нему одного обычного человека. Это вообще нормально, да, вот так вот? Ну-ка, посмотрим сквозь. Да. И почему никто не хочет связаться с нами? Дворецкий... Фокс... Видимо, пытаются пробиться, да? Но как-то нет, самое. Ну-ка, открыть. Не вариант. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Используем-ка ключ. Может быть, получится. Камера. Тихо. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Этот ключ не подходит. Для чего же он тогда? Хороший вопрос. Это какая-то загадка Джокера, по-любому. Неспроста он его нам дал. Ну вот выгляньте, сидите. Джон Доу. Ну это не Джон Доу. У него было много имён. И хрен сда поймёшь, какой из них настоящее. Ну давайте поговорим с ним. Поговорить. Ну-ка. Сейчас чё-то скажет нам. Да, твой ключ не подошёл. Само собой. Ха. Отсюда не выберешься? А звучит нема... Хэммил, да? Хотя ты пытался, не правда ли? Ха. Забавно. Мои правоохранительные отряды уже добились больших успехов. Они предотвратили массированную атаку на местном транспорте. Обычно от политиков мне скучно до слёз. Но этот... Хотя... Этот в последнее время стал куда интереснее. В моём Готэме никто не стоит над законом. В том числе и Брюс Уэйн. После того, как мистер Уэйн напал на Озвальда Кабалпота, я поместил его в лечебницу Аркхэм, где, как я и надеюсь, он получит столь необходимое ему лечение. Ой, да что ж такое? Это вероломная двуликая тварь. Ух ты! Он только что сдал тебя с потрохами. Я имею в виду, что ты поддерживаешь его кампанию. Вот так. Я видел самор... Чё, это все варианты... Общий бизнес, давайте скажем. У нас были чисто деловые отношения. Ух ты! Это бессердечность почти, что вдохновляет. Конечно же, под ней... Ничего не скрывается? В ходе которой мэр Дент объявил о создании специального отряда под своим личным командованием, которое займется устранением непосредственных угроз со стороны детей Аркхэма. Не сомневайтесь, мы найдем этих террористов из склад наркотиков и их лидера, леди Аркхэм, прежде чем они успеют нанести следующий удар. Вот это я понимаю телепередача. Понимаешь, о чем я? Бешеный мэр против безумно наркотеррористки. Я найду твои наркотики. Я скрою твою коррупцию. Леди Аркхэм опасна. Она намного опаснее, чем ты думаешь. О, я скажу тебе, я кое-что знаю, леди Аркхэм. К сожалению, до сих пор нет новостей о таинственно пропавшей на этой неделе журналистке Готэм Газет Вики Вэйл. Очень хитро, Вики. Думаю, мы оба знаем, что она истинная леди, правда, Брюс? Ты знаешь, что Вики? Расскажи, что ты знаешь. Хочешь найти Вики и ее наркотики? Да, отомстите, как уже отомстил Кабалпоту. Публично и драматично. Хоть что-то интересное, о чем могли бы поговорить эти нудные репортеры. Ну-ка, возможно. Я бы хотел это увидеть. Все зависит от тебя, если твоя информация будет того стоит. Поглядим. О, ты всегда мне нравился. Я уже давно за тобой слежу, Брюс. Я могу сказать, что в тебе есть что-то потемнее, что-то, чем тот миллиардер никчемный. Когда ты напал на Кабалпота, было видно, что тебе это нравится. Если бы легавые тебя не оттащили, слюнтяк и Балпот был бы на том свете. Это был не я. Меня накачали наркотиками леди Аркхэм. Ой, умоляю. Они всего лишь усиливают тебе чувство, что в тебе и так есть. Все это уже было. Не смущайся, ведь это у тебя в крови. Я вижу, тебе многое передалось от отца. Она, пожалуй, тоже. Я хочу сказать, понятно, почему Вики... Блин, твой папаша, можно сказать, завалил ее родителей. Зачем моему отцу убивать Вейлов? О, я и не говорил, что он убил Вейлов. Она ведь угрож... урожденная Аркхэм. Виктория Аркхэм. Что? Ты этого не знал? Ты этого не знал? О, Аркхэм не одобряли то, что сделали твой отец и его партнеры. Они растреплют всю эту историю с твоим отцом, и бах-бах. Ее родители убили. У нее осталась эта неутолимая жажда мести. Понимаешь, в чем тут дело? Так. Не все трагедии приводят к мести. Я не такой, как она. Мне месть не нужна. Серьезно? Мне кажется, что у вас больше общего, чем ты готов признать, Брюс. Вы с Вики оба темные души, искалеченные трагедии, а теперь идете встречным курсом прямо на лобовое столкновение. Это будет нечто фантастическое. Видишь, я знаю, что ты на самом деле. Я вижу тьму внутри тебя. Вот почему я так хочу сказать тебе, куда Вики перевезла наркотики. Но, хотя ты пока сидишь тут, сделать как бы ничего и нельзя. Я за то, чтобы тебя освободить. Насколько сложно это будет сделать? Ты Брюс Уэйн. У тебя есть деньги, есть влияние. Вы, Уэйн, и всегда получаете, что хотите. Нужно всего лишь один телефонный звонок. Конечно, но и телефона-то нет. Допустим, я смогу об этом позаботиться. Но придется заплатить. Когда я отсюда выйду, ты окажешь мне услугу, ладно? Всего одну. А я и даже еще не знаю. Да слушай, я как бы за тебя даже что-то отвечать не буду, потому что... А мы встретимся. Это я тебе обещаю. Вот что я тебе скажу. Я отвлеку охрану от дверей, а остальное уже зависит от тебя. Блин, он сумасшедший. Ты звонишь по телефону, а я обещаю, что расскажу, где найти пропавшие наркотики. Откуда он все это знает вообще? Эй, зас... засраняя пташка. Что тебе нужно, черт возьми? Мы тут заспорили. Что будет, если ты поставишь отметину до того, как кого ты убьешь? О чем это ты? На. Нет. Не-не-не, не сходится, боже. У меня не сходится. Знаешь, ты можешь это исправить. Кожа чешется, горит. Надо... надо от нее избавиться. Черт. Зас, перестань. Кто-нибудь, принесите успокоительное. Беги, Брус, беги. Блин, прекратить драку или воспользоваться телефоном? Хороший выбор. Надо прекратить драку, я думаю. Так. Ой. На. Черт. Вниз. Так. Все, аккуратно. Он меня убить хотел. Нет, нет, не надо. Мне это... Мне это надо, наоборот. Черт возьми, Зас, хватит. Нет, нет, не сходится. Да что ж такое, на. Все-таки мне прописали, походу. Да что ж такое. Вот непроха-то какая. Что-то эпизод у нас крайне насыщенный начался. Брюс Уиллис что-то с ножом. Резать всех начал. Довольная скверная квартира. Множественные ранения. У одного из санитаров откушен палец. Согласно версии Джона, похоже, что вы были там и провоцировали Виктора. Я пытался помочь. Я пытался это прекратить. Все это какая-то нездоровая игра. Вы поняли? Если бы там были. Мы рассмотрим это в будущем, до того, как я приму то или иное решение. Одну секунду. Доктор Лейланд. Уэйны выписывают. Руководство считает, что от него слишком много проблем. За ним приехал дворецкий. Так, похоже, к вам посетитель. Костюм принес. Альфред. Брюс. Хвала небесам. С вами все хорошо. Вы прочтете все в ордере, подписанном адвокатами. Он должен быть освобожден под мою опеку. То, что случилось с этими людьми в вашей палате, беспорядки с ЗАСом. Вам определенно нужна помощь, Брюс. Ему требуется... Я проконсультируюсь с другим специалистом. У меня другое мнение. Да. Не сомневаюсь, вы сможете себе позволить то, что вам нравится. Пойдем, Альфред. О, как все круто-то, а. О. Вот они. Герой и злодей. Спроси, Вейлов. Спроси ее родителей. Что там такое? Черт. Да, так вот как вы встретились-то, оказывается. Вместе в одной палате лежали. Просто не верится, что все это время Вики Вейл была леди Аркха. Мы пустили ее к себе домой, а сама вместе с Кабалпотом готовилась... Готовилась на меня свалить что-то. Хорошо, что семейные адвокаты смогли вас вытащить так быстро. Не то слово. У Бэтмена есть важное дело. Даже за время краткого отсутствия Бэтмена в Готэме стало намного опаснее. А общественное мнение относительно Брюса Уэйна... Вне всякого сомнения, оно не стало лучше. Я смогу его изменить. Столько людей не довидит меня, семью Уэйнов. Надеюсь, мне удастся это изменить. Не сомневаюсь, вы что-нибудь придумаете. Как всегда. Все психует. Рад узнать, что мисс Кайл не теряет с вами контакта, где бы она сейчас ни находилась. Так. Ага, все тот же псих. Хочу домой. Наверняка. Видела, что случилось с Созом. Хотела проверить, в порядке ли ты. Нейм? Похоже, он хочет с твоей смерти. Спасибо, короче. Спасибо, что заботишься обо мне. Не убейся там. Харов опасен. Да. Ты хороший человек, Брюс. Тебе ли не знать. Свяжемся. Опа-на! Звонит. Главное, нас упек туда, Харви. Надо было остаться в лечебнице, куда я тебя поместил. Чего ты хочешь, Харви? Для таких, как ты, улица Готэма сейчас небезопасная. В конце концов, ты это поймешь. Я справлюсь. Но будет уже слишком поздно. Все будет в порядке, Харви. Я справлюсь. Вряд ли ты осознаешь, какой опасности находишься. Ты, может быть, не слышал, но дети Аркхаму ушли в подполье, и, очевидно, они замышляют какое-то нападение. Люди испугнуты. Испугнуты в панике. Я должен был показать им, что моя решимость не ослабла, что Готэм все так же силен, и поэтому назначил врага, тебя и твое коррумпированное семейство. Последнее, что мне нужно, чтобы ты... Ты сам себя слышишь вообще? Послушать себя? Ты говоришь, как сумасшедший. Нет. Я всего лишь человек, которому надоело, что уроды вроде тебя правят миром и берут, что хотят. Я не могу допустить, чтобы ты так и бегал безнаказанным, Брюс. Такова воля народа. Харви, избавь меня от этой чепухи про волю народа. Я знаю, что твое дело в тебе и во мне все. Ты знал, что Селина мне не безразлична. Но ты нанес мне удары ниже пояса, Брюс. Настоящий мужчина так бы не поступил. Мне жаль, что так все вышло. Харри, я тоже не хотел, чтобы все так получилось, и мне очень жаль. Но это не повод для нелепого крестового похода против меня. Мне не нужны никакие поводы. Ты преступник, и я тебя уничтожу. Да что ж такое нас... Брюс, Брюс! Разговор окончен. Ох, что-то нас периодически как-то трясет. О! Что здесь происходит? Что-то у меня не очень хорошее подозрение по поводу всего этого. Так, так, так. Брюс Уэйн. В чем-то серьезно огорчили мэра. Хе, может получу за это премию. Открывайте багажник, мы обыскиваем машину. Если найдем что-нибудь, связанное с детьми, аркомы, наркотики, оружие, еще что-нибудь подозрительное, вы будете задержаны. Ордер покажите. Надеюсь, у вас есть ордер на обыск. Я знаю свои чертовы права. Ордер не нужен, мэр Дэн дал нам все полномочия. Ёлки-палки, да вы че, серьезно что ли? Ну же, что за задержка, черт возьми? Сядьте к себе в машину. Конечно, надо было догадаться. Возвращайся в Аркхем, проклятый маньяк. Берегись, а то станешь вторым кабалпотом. Вот так показываться на публике? Мне не нужны неприятности. Я устал, я хочу есть. Я три дня не был в душе. Я просто хочу попасть домой. Если ты не уберешься с моего пути, богом клянусь, я перееду тебе, а потом вернусь и перееду еще раз для верности. Брюс, я справлюсь, Альфред. Вы слышали, верно? Этот психопат мне угрожал. Ага, у меня все записано на пленку. Твое место под замком. Боже. Мне так жаль. Все будет в порядке. Нам надо просто отсюда выбраться. Тебе некуда бежать, ублюдо. Опа-на. Следующий выстрел будет на поражение. Как по мне, мистер Брюссвейн, я вижу два выхода из ситуации. Или я спускаю толпу на вас и посмотрим, как вы себя поведете перед судом. Или вы делаете небольшой взнос в фонд нашего с парнями благосостояния. С парнями благосостояния. И все окей, ну что скажете? Нас заблокировали, я не смогу сдать назад. Сэр, дела принимают неприятный, брат. Что прикажете делать? Но мэр об этом услышит. Да давайте дадим взятку. Брюс! Даем взятку, если таранить будем, мы... Вот. Это все, что у меня есть при себе. Ну да, получится. Это еще не конец. Само собой, все вопросы в мэрию. И это запишут, скорее всего, да? Да... Как-то все крайне хреново получается. Да что ж такое-то, а? Спайс, когда меня отпустит, да? Сэр, просто отвези меня домой, Алл. Скорее. То ли звук терь опаздывает, то ли субтитры как-то не вовремя. Хрень какая-то. Вон еще нейм выскакивает. Но... Я моя. Я в порядке. Мне просто нужно добраться до компьютера. Вы истощены. И действие наркотика Леди Аркем все еще может на вас влиять. Харви превращает Готэм в полицейский участок. Косвальд украл мою компанию, и нам нужно найти Вики и детей Аркема до того, как они ударят снова. Я не могу просто так проигнорировать это. Вы не в состоянии работать. Вам совершенно необходимо отдохнуть. Тогда помоги мне поправиться. Такое чувство, будто вокруг меня вся пещера обрушилась. Конечно, я помогу. Давай начнем с самых насущных проблем. Ты прав. Давай сосредоточимся на том, чтобы вылечить мою голову. Подними всю информацию наркотики в Викивейл, который у нас есть. Да, конечно. Если я сумею нейтрализовать действия наркотика, то смогу синтезировать противоядие. Начни сканирование ДНК. Сравни его с моей ДНК в архиве беткомпьютера. А чё с левой рукой у него? Чё-то я не понял. Я подготовлю компьютер. Так. Ну давайте будем смотреть. Так. Молекула наркотика. Галерея преступников. А чё, обновилась, типа, что ли? Я ж вроде читал. Как-то это всё странновато. Я же это всё читал, а она чё-то взяла и сбросилась, зараза. Хм. Как-то всё это смутно. Ладно, так, погодите, обновлено. Что у нас там по СМИ? Частная служба безопасности мэра Дента вызывает опасение общественности. Избранный мэром Готэма Харви Дент едва успел перебраться в свой новый кабинет, но уже ясно, что его методы работы будут совсем иными, нежели у его предшественника. Так, ставит блокпосты по всему городу, якобы в целях безопасности, а она отказывается говорить о том, где именно власти наняли этих людей. И они непосредственно мэру Денту подчиняются. Избирательная кампания на словах о законе и порядке. В общем, эти посты это исполнение обещаний. Уэйн вышел из Аркхема менее чем через 48 часов. Ну, короче, кому интересно, в принципе, можете поставить на паузу, почитать. Мэра приписывает спад преступной деятельности. Какой нахер спад? Тут в городе вообще какое-то военное положение уже. Обстановку хаоса и страха. Так, похитить дети Аркхема. Лидером дети Аркхема. Как бы похищена, хотя она на самом деле и есть лидера Аркхема. Но судя по тому, что тут засветился как бы Джокер, сдаётся мне наверняка, либо он в конечном итоге в конце этой серии Бэтмен заявит о себе как о Джокере уже, либо он уже всё это дело контролирует изначально. Ну, давайте проверим наркотик. Это переработанный образец наркотика, взятого Финцера Мантуэй после того, как она убила Фалькони. И чистая ДНК. Это моя ДНК до случившегося. Похоже, что наркотик присоединяется к определённым белкам структуры генома. Если мы сможем изменить молекулярную структуру наркотика, то сможем создать антидот. Как вы поймёте, что у нас будет работающий антидот? Мы сможем вылечить других поражённых наркотиком? Нет. Хотел бы я, чтобы это было возможно. Это лекарство основано на моей ДНК, и оно подействует только на меня. Чтобы излечить других людей, нам придётся расшифровать структуру генома каждого человека и сделать для них лекарство. У нас нет на это ни ресурсов, ни времени. Вот почему нам повезло, что у нас уже есть тьмой. Так, что? Сопоставьте последовательность. Ах ты, ёлки-палки. Так, ну тут понятно, тут... Нет. О! Так. О, нормально, да? Ничего себе! Так, так должно получиться. Ну давай. Сейчас чувствую, вколем нас вообще как... Таращить начнёт. До конца эпизода будем ходить. Чтобы оно подействовало, его нужно ввести прямо в вену. Я не думал, что это будет слишком весело. Так, используйте этот, чтобы вколоть. Давай. Ох, нормально! Да что ж такое? Ну... Мда. Не до конца вколол. Хотелось бы верить, что такой трекудас. Это сработает, Альфред. Я уже чувствую себя лучше. Так, что будем делать теперь? Сначала мне нужно узнать, что Вики... Леди Аркхэм была занята, пока меня не было. Поиск всей недавней активности детей Аркхэма. Хм, пресса сообщает, что Вики Вейл пропала. Да, и очевидно, полиция ещё должна найти тело. Эта женщина пыталась сделать из нас сенсацию, из вас. Притворялась, что ей не всё равно. Она предала вас. Хотела бы я, чтобы всё казалось иначе. Возможно, я смог бы что-нибудь сделать с ней. Вы всегда пытались сделать всё, что могли, Брюс. С самого начала у неё был свой собственный план. Она играла мной всё это время, хотела меня сломать. Она хотела, чтобы я попал в Аркхэм. Она хотела, чтобы я прочувствовал то, что мой отец сделал со всеми этими людьми. Брюс. У неё были планы помасштабнее, чем я, Альфред. Бэтмен остановил её на станции Монорельса. И я не верю, что она не придумает другой способ использовать наркотик. Но если это правда, то она ещё опаснее, чем раньше. Я знаю. Я встретил кое-кого в Аркхэме и получил зацепку, как найти её. Зацепка? Вы правда думаете, что можно кому-то в лечебнице Аркхэм доверять? Не в обиду вашу недавно проведённому там времени, конечно. Ну, он заслуживает доверия или нет, но это лучшая зацепка. Он сказал мне, что если я хочу узнать, что она запланировала, то должен отправиться в дом её родителей. Если Вейла ещё живут в Готэме, то должно быть, их будет просто отыскать. Ага, ясно. Нашёл. Нормально. Брюс? Да? Если вы найдёте мисс Вейл, пожалуйста, будьте осторожны. Ну всё. Погнали. Ну посмотрим, что там у нас. В конечном итоге. Готэм Хайтс. Резиденция Вейлов. 5.46. Небогатенький район. Я тут прям так в костюме заявился. И главное, ещё не ночь, а он уже так заявился. Ну-ка. Я в доме Вейлов. Ага. Пройдите вглубь дома, чтобы получить лучший обзор. А там чё, кровище, что ли? О-о-о-о. Это кто? Мать Вейл. Походу, да-да. Ё-моё. Нихренася. Чё с глазами-то? Альфред? Альфред, Вейлы мертвы. Подтверждаю один труп, но тут много крови. Предупреди, Гурдена. Чё с костюмом-то? Сделаю. Пока не знаю, какая тут связь с наркотиками. Что бы то ни было известно, Вики позаботилась, чтобы они замолчали. Нихренася. Обалдеть. Так, ну что, давайте будем исследовать, изучаем улики. Как же без них? Шприц. Похоже, она не изменяет своим привычкам. Похоже, это тот же самый наркотик? Да, но доза в несколько раз больше, чем та, что досталась мне. Возможно, она повышает ставки. Здесь явно что-то личное. Ага, так, шприц. Искать. Ну, давайте изучим тело. Глаза. Чё с глазами-то? У неё нет глаз. Их вырезали. Неприятно. Так, шею вот. У неё нашли на шее след от инъекции, вроде той, что сделали мне и Монтой, но гораздо хуже. Так, ну уже что-то можно связать. Связь. Связь. Во! Так. Чё-то как-то. То же устройство, тот же наркотик. Можно прийти к выводу, что убийца Леди Аркхэм. Но это пока. Новое семейное фото. Недавное семейное фото? Вики здесь нет. И фото... Да тут изображены Вейлы с каким-то другим ребёнком на фоне промышленного района. На здании виден логотип. А-а-а. То есть Вики, может быть, ещё и... Не совсем и Вейл. Хм. Интересно. Господи, а тут что? Ножик. Следов крови нет. Это не орудие убийства. Тогда почему он лежит на полу? Хороший вопрос. Так, а тут что тогда? Чулан. Ну-ка. В другую сторону открывай. Бляха-муха. Дверь-то в другую сторону открывай. Дурак, елая. Альфред, я нашёл мистера Вейла. Живой? Нет. Да. Скончался. По крайней мере, 10 часов назад, судя по состоянию мягких тканей. Э-э-э-э. Так, логотип компании проверить. Похоже на логотип какой-то фирмы. Ремень. Тяжёлая пряжка ремня покрыта кровью. Перед тем, как повесить мистера Вейла, его избили ремнём. Так, тут, короче, есть логотип. Волосы. Господи, как бы теперь это всё соединить-то? Нашёл клок волос. В нём есть что-нибудь особенное? Его срубили под нисходящим углом, судя по ровному разрезу, с большой силой. Нихрена себе, как ты так определил вообще, да? Какой-то, я не знаю, след. Давай ещё комара найди под печатком его пальцев. Найди его там, я не знаю, родственников комара и устрои допрос. Стены забрызганы большим количеством крови. Кровь лилась не струёй. Как из артерии. Её бешено разбрызгивали. Стой! Тут есть след, будто в стену с силой ударилось что-то на намазанное кровью. В неё что-то бросили? Ничего такого не вижу. Сейчас посмотрим, может быть и найдём. Ну тут как бы... Больше-то ни хрена и нету. Так, связь с логотипом. С логотипом связываем. Логотип с логотипом. Логотипы совпадают. Мистер Вейл владел отопительной компанией. Уже ищу. Да, у него просторный склад в промышленном районе и парк грузовых автомобилей. А теперь всё это досталось Вике. Ну и последний от последимости нож. Так. Так, стойте, а я тогда что-то упустил. Что я ещё мог упустить-то? А, стойте, 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 стойте. Ремень. Нет, ремень. Может быть ремень как раз вот сюда, вот, связь. Ну-ка. След соответствует форме пряжки ремня. Видимо, во время избиения он задел стену. Ну и волосы. Тут понятно, волосы у нас с ножом. Блин, ну ты расследование ведёшь, ей-богу, а как-то... Видимо, мисс Вейл пыталась защититься с помощью ножа, но он только скользнул по волосам убийцы. Что всё-таки случилось в этом доме? Думаю, я это знаю. Когда на станции мы ей помешали, Вике нужно было куда-то перепрятать свои запасы наркотика. Отцовские грузовики и склады были отличным прикрытием. Для этого ей надо было убрать родителей. Когда Вики Вейл окончательно стала леди Аркхем, Вейлы стали ей не нужны для того, чтобы поддерживать её прежний образ. Вики ей явилась, чтобы напасть на своих приёмных родителей, но сначала здесь была только её мать. Мисс Вейл стала сопротивляться и отрезала Вике клок волос. Потом Вики подчинила её себе тем же наркотикам, что вколола мне, но в гораздо большей дозе. Почти смертельной. Затем она вырезала матери глаза, что подтверждает глубоко личный мотив. Очевидно, это что-то вроде Вендетты. В это время вошёл мистер Вейл. Вики напала на него и била пряжкой его же собственного ремня, пока он не потерял сознание. Затем она заточила его в чулан и повесила на ремне, но он уже был мёртв от кровопотери. О, это ужасно! До сих пор она не проявляла склонности к насилию. Почему она... Альфред? Кажется, в доме ещё кто-то есть. Я буду искать тепловой след. Если в помещении кто-то есть, я его обнаружу. Тепловой след. Ищем. Опа-на! Опа-на! Чисто здесь, ничего нет. Так, чё-то не так. Кто-то в доме есть. Ну правильно! На улице светло этот... Вот, ищем тепловой след. Нашли что-нибудь? Нет. Ну-ка, давай-ка лестницу. Мы же на второй этаж-то не поднимались. Как-то странно, кстати. Не проверил второй этаж, сделал такие выводы. Может быть, там улики... Опа! Здесь кто-то есть под лестницей. Живой! Господи, он сейчас перепугается. Аккуратно! Аккуратно! Так... Вот он обалдеет-то от вид... А! Тот с фотографией! Малыш! Спокойно, я тебя не обижу. Всё хорошо, всё хорошо. Я тебя не обижу. Сэр! У вас всё в порядке? Это ребёнок, Альфред. Мальчик с фотографией. Он цел? С ним всё в порядке, если не считать шока и нескольких синяков. Он мог бы рассказать мне о том, что здесь было. Возможно, но если вы пойдёте этим путём, будьте осторожны. Ну да, тут надо слова правильно подбирать, наверное. Так. Всё будет хорошо. Всё будет в порядке. Всё будет хорошо. Мне нужна твоя помощь. Тут произошло что-то плохое. Я знаю, что тебе страшно, но мне нужна твоя помощь. Ты можешь мне помочь? Хорошо. Ты должен мне рассказать обо всём, что видел или слышал. Это важно. Я... Я слышал, кто-то говорил про какие-то наркотики, да? И про бой с полицией... Не знаю с кем. Я не знаю, кто, потому что я ничего не видел. Я не видел, потому что я тут спрятался. Пожалуйста, не надо меня наказывать. Успокойся. Ты мне помог, спасибо. Тела бы спрятал. Опа-на! Что такое? Чё ты это не к добру? Ложись! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Опа-на! Чёрт! О, добрый вечер, Бэтмен! Какое удовольствие тебя видеть. Пингвин. Позволь, я угадаю. Ты пытаешься предвосхитить наш следующий шаг. Выяснить, Дима прячу наркотики. Правильно? Я близок к истине. Ты жалок. Я расставил мышеловки по всему городу, но мне следовало знать, что выманить тебя из укрепи поможет старое доброе двойное убийство. Ой! Чёрт! Ах ты! Блин! Так, есть! Нормально. Что за... О! Чёрт! Стреляй! Вниз! О! Руби его нафиг! Вот так вот. Фу! Слушайте, а чё не подействовало? У них технологии Бэтмена? Хорошая работа. Молодец, малыш. Будущий супергерой. По-любому. Опа-на. Вот я про это и... И думал... Они... Мертвы. Мне жаль, что я не смог их спасти. С твоих родителей. Ты не представляешь, насколько мне жаль. Я обещаю, что не остановлюсь, пока не поймаю убийцу. Чё-то, судя по взгляду, сдаётся мне, он сам пойдёт сейчас искать убийцу. Ты паренёк, который спас Бэтмена. Что бы ни случилось, куда бы ты ни попал, это всегда останется так. И я всегда буду перед тобой в долгу. Чё, у них рот не открывается? Чем говорят? Ноздрями, что ли? Бэтмен! О боже, что здесь делает ребёнок? Это единственный выживший. Давай, выбирайся отсюда. Выбираться отсюда. Он меня спас. Какой-никакой свидетель. Боже. Это что, дети Аркхема? Опять? Зачем они нападают на кого-то вроде Вэйлов? Потому что их дочь Вики, это лидер Аркхема. Она убила родителей, чтобы использовать склад их компании под хранилище своих запасов наркотика. Вики? Вики Вэйл? Из газеты? А? Что это за мальчик в таком случае? О нём надо позаботиться. Просто проследить, чтобы он не остался без присмотра. А когда всё кончится, надо будет найти ему хорошую семью. А, да, я... В общем, знаю эту процедуру. Говорит, слышал что-то насчёт наркотиков и нападения на полицию. Точно сказать не могу, но похоже, что дети Аркхема планируют как-то использовать наркотики против ваших людей. Спасибо за предупреждение. Склад принадлежит отопительной компании Вэйла. Имеет смысл захватить его как можно скорее. Займусь немедленно. А вы что? У меня есть ещё одно дело. Так, что такое? Лейтенант, что тут происходит? Осматриваю место преступления, комиссар. Вы закончили. Я беру расследование на себя. Я не могу рисковать тем, чтобы вы снова позволите Бэтмену нарушать картину преступления. Так, вот и во. Красава вообще. Блин, а? Кругом палки вставляют. Сказал бы, куда? Но не буду. Думаю, вы и так поняли. Так, значит ваш Бэтглушитель просто не сработал? Нет. И у меня плохое предчувствие, что это не совпадение. Ты не мог бы связаться с Люсусом? Мне нужно поговорить с ним. Конечно. Давай посмотрим на тебя поближе. Так, внешний кожух. Изучите дрон, чтобы определить его происхождение и сделанной модификацией. Микроволокно не повреждено. Регулировка сцепления в пределах нормы. Так, как? Ага, вот. Боковые панели. Функциональность МВ на допустимом уровне. Не могу понять, что вызывает проблему. Ну-ка заднюю панельку. Электропроводник, похоже, работает... Это просто не имеет смысла. Странно. Что это такое? Этот микрочип излучает узкополосный приемный сигнал, но он не должен. Как те, что вы отключили в полиции? Вроде того. Но ведь Люсус следит за ОНТ, которую проникли дети Аркемы. Это что-то другое. Брюс, я установил связь с Люсусом. Добрый вечер, Брюс. Чем могу помочь? Хочу кое-что тебе показать. Высылай кое-какие данные. Боже, кто-то нашел способ обойти мои меры по усилению безопасности. Не просто кто-то. Освальд Кабалпот. Брюс, мне так жаль. Я должен был предвидеть это, но он проскользнул прямо у меня под носом. Так. Так, просто сосредоточься на том, как это исправить. Не трать время на самообичевание, Люсус. Просто сосредоточься на том, как это исправить. Ладно, ладно. Похоже, что он ввел в вашу сеть какую-то ошибку. Именно так он создает неисправности в работе оборудования. Пока да, но если он будет продолжать, то может получить полный контроль над вашей техникой. Милорд, это станет настоящей катастрофой. Ты можешь что-нибудь сделать? Я могу поработать над вашими брендмаурами, но если я сделаю что-нибудь заметное, он узнает, что мы за ним охотимся. Будь осторожен. Кабалпот не знает, что мы охотимся за ним, и мы не можем рисковать потерять элемент неожиданности. Я бы сказал, что тебе лучше действовать как можно незаметнее. Хороший план. Займусь этим прямо сейчас. Спасибо, Люсус. Брюс, вы хотите это увидеть? А, захотите. Примите извинения, Брюс. Конечно. Мои усилия по восстановлению прятка в этом городе приносят плоды. Но эти усилия не пройдут даром, и нам нужно обеспечить защиту. Поэтому я официально конфискую поместье Уэйна, чтобы богатство коррумпированной элиты Готэма могло послужить лучшим целем защиты обычных граждан города. У мистера Уэйна есть 24 часа, чтобы вывезти свое имущество и сдаться городу, или он будет выдворен. Вы не можете позволить этому эгоистичному маньяку выкинуть нас на улицу. Мне нужно с ним поговорить. После того, что случилось на дебатах, может быть, Харви не самый большой поклонник Бэтмена, но он еще не может отрицать, что вы оба пытались спасти город. С другой стороны, возможно, Брюс Уэйн сможет достучаться до него на более личном уровне. Введение Харви непредсказуемо. И хаотично. Кто знает, как он отреагирует в обоих случаях? Ха, интересно, отправится как Брюс или как Бэтмен? Ну, знаете, я думаю, если мы отправимся как Бэтмен, то тот охренеет. Он как бы не очень-то... Не знаю, уже не помню, какая ситуация с Бэтменом стоит. Он в нейтральное отношение. С Брюсом как бы негативно. Но хотя бы с Брюсом у нас будет козырь хотя бы по тому поводу, что мы пытались вместе как-то все это дело спасти, улучшить. Если будут варианты диалога, попытаемся надавить на эту ноту старой дружбы. Давайте как Брюсу все-таки отправимся. Не Бэтмену. Бэтмен, тем более, за Брюса пойдет договариваться. Это будет как-то крайне палевно. Давайте как Брюс отправимся. Это проблема Брюса, а не Бэтмена именно. Я обо всем позабочусь. Я верю вас, Брюс. Я знаю, что вы сможете до него достучаться. О, машина-трансформер, которая трансформируется. Просто замечательно. Ну, давайте поговорим, посмотрим, что он скажет. Мэрия, 18-07. Боже, я просто не знаю, был ли этот поступок правильным. Почему я это сделал? Не надо это портить, Харви. Харви, нам надо поговорить. Если ты пришел, чтобы спасти свой дом, ты зря потратил время. Я принял решение. Мы были друзьями. Я всегда поддерживал тебя. Ты был мне другом. Скажи мне, Брюс, ты думал о нашей дружбе, когда трахал Селину? Слушай, я знаю, ты все еще злишься за меня из-за того, что я спал с Селиной. Понимаю, но это нужно прекратить. Сейчас же. Это касается не только меня и тебя, Брюс. После... Не после сегодняшней ночи. Вот почему я забираю твои деньги. Дом. Все. Настала пора выплатить свой долг Готэму. Деньги выручены за твою недвижимость. Я расплатился. Поверь мне, Харви, я платил по счетам всю свою жизнь. У меня ничего не осталось. Это буду решать я. Дело сделано. Сильный лидер не отступает. Когда он видит врага, он сокрушает его без промедления. Я тебе не враг. Я тебе не враг. Враги это дети Аркхама. О, не волнуйся. Сегодня я позабочусь о них. Что ты имеешь ввиду? Все готово. Давай. Что за нахрен? Какого черта ты натворил? Наркотики леди Аркхам уничтожены. Да. Но этот взрыв оказался намного больше, чем вы говорили. Нам нужно было заранее эвакуировать целый квартал. Мы потеряли многих наших ребят. Здание по соседству. Боже правый. Мы остановили детей Аркхама. Это все, что имеет значение. Вот что делает лидер. Ты просто убил невинных людей. Разве лидер убивает невинных людей? Теперь ты убийца. Их смерть прискорбна. Да, но подумай о тех, кто мог бы пострадать от наркотиков детей Аркхама. Я думаю, это приемлемая цена. Я не мог просто уничтожить наркотики. Я должен был заявить, показать, на что я способен. Мне нужно, чтобы дети Аркхама и другие потенциальные враги, затаившиеся в тенях, знали, на что я способен. Тогда я сделаю все, чтобы защитить мою город. Так. Готэм увидит тебя насквозь. После того, что ты сделал сегодня, все в Готэме узнают, кого они на самом деле выбрали мэром. А когда это случится, они обратятся против тебя. Наоборот, Брюс, это то, чего хотел Готэм. Я уже вижу завтрашние заголовки. Героический мэр спасает жителей города от террористического заговора детей Аркхама. И в то же время, где-то на последней странице будет статья о трагичном сабоубийстве Брюса Уэйна. Что ты несешь? Весь позор, который ты испытал, стал слишком невносим. История твоей семьи, то, как тебя выставили из собственной компании. Потеря всех денег. Никто не удивится, если тебя найдут мертвым на аллее преступности сразу после выхода из Аркхам. О-о-о-о! Трагическом, но неудивительном. Так, пригрозим. Может, даже старый Альфред слезу пустит. Если убьешь меня, убедись как следует, что я мертв. Потому что иначе то, что случилось с Кабалпотом на пресс-конференции, покажется детской забавой. Рад это слышать. Черт, а! Смотрите, что делает, а! Вообще, в конец офигел! Вот что власть с людьми-то делает! Ё-моё! Вот, ребят, например, заткнись! Просто иди! Зачем вы это делаете? Вы же знаете, что это неправильно! Посмотрите, что вы делаете! Это неправильно! И вы это знаете! Эй, он сказал заткнуться! Копы защищают людей! Вы полицейские! Вы должны защищать людей! Обеспечивать безопасность! Разве нет? Разве значок не ради этого носить? Так мы и обеспечиваем людям безопасность! Очевидно, ты не понимаешь, но у мэра Дента есть план! Дети Аркхема пытаются разорвать город на части! Да, у нас наконец-то появился лидер, который хочет добиться результатов! Он разрушит город! Харви не собирается спасать Готэм! Он собирается его уничтожить! Нет! Он этого не сделал! Посмотрите, что он уже натворил сегодня! Думаете, это будет последний городской квартал, который он взорвет ради своей выгоды? Я... Не подумал об этом! Эй, не слушай эту чушь! Мэр единственный, кто достаточно храбр, чтобы пойти на реальные действия против наших врагов! Ваш новый мэр взорвал целый квартал! Существует цена, которую нужно заплатить ради высшего блага! Люди погибли! Ваши собственные сослуживцы погибли! Я... Но... Если вы думаете, что он на этом остановился, то вы такие же чокнутые! Я... Возможно... Он прав! Заткнись! Ты просто не понимаешь! Не понимаешь! И поэтому нам нужно избавиться от тебя! Что может? Сами подумайте! Просто подумайте сами! Вы не марионетки, Харви! Вы выше этого! Речь не о мэрии, речь о защите города! Вот поэтому мы и не боимся сделать то, что требуется! Офицер! Брось оружие! Так... Ты в порядке? Да! Ты появился весьма кстати! Как вообще меня нашли? Дэн только что взорвал целый квартал! Я знаю, знаю! Отчеты, которые я получаю, просто ужасают! Дэн зашел далеко! Слишком далеко! Он якобы пытается остановить Дети Аркхема, но теперь он сам стал чертовым террористом! Террорист, который поддерживает половину города! На его руках столько крови! Вы можете его арестовать? После такого вы должны арестовать его, верно? Мы делаем все, что можем, Брюс, но у нас нет четкого плана действий на случай, когда твой мэр начинает взрывать город! Я не могу ничего поделать, но чувствую вину! Бэтмен дал мне информацию о том, где найти склад наркотиков Леди Аркхем! Я передал ее своему руководству и, боже! Случилось это! Я пытаюсь понять, что можно сделать, но чувствую себя так, будто связан по рукам и ногам! Готэм, Гроган сходит с ума! Так! Навести порядок в полиции! Мне кажется, что ты уже на веренном пути! Убираешь сторонники за дел и снижаешь количество гвардейцев! Да, я надеюсь, что этого будет достаточно! Всюду чертов бардак! Тебя подвезти? Спасибо, но я об этом позаботился! Да, что-то, ребята, совсем как-то все круто получается! Просто, давайте, о, машина уже трансформировалась! И мы, наверное, в костюме, да, уже едем? Хе, Люциус, что там у нас? Я догадался, как он создает петлю обратной связи! Он как-то подключил компьютерный... Черный ящик к вашей зашифрованной сети! Боже, это словно цифровой таран какой-то! Если так пойдет дальше, он сможет в любой момент пробить Брэндмауэр и Бэт-пещеры! Он получит доступ к Бэт-компьютеру! Люциус, оставайся на связи! Это Альфред, я включаю его в канал! Альфред, Люциус выяснил, как пингвин взламывает мою систему безопасности! У него есть план! Боюсь, у нас есть еще одна проблема! В данный момент Мистер Дент приближается к особняку, причем не один! Уже? О-о-о! Вниз! Опять клаву отпустит, что ж такое? Сэр, с вами все в порядке? Пингвин усилил хакерскую атаку! Такими темпами к утру вся моя техника будет под его контролем! Единственное место, куда он может ввести взломы, так это Уэйн Энтерпрайзис! Не завидую вашему положению! Так, ну вот куда мне сейчас? Уэйн Энтерпрайзис или в особняк Уэйнов? Мне кажется, знаете что, ребят? Мне кажется, что мы отправимся в Уэйн Энтерпрайзис, но там... Там дворецкий как бы наш Альфред! И это ладно! А если мы отправимся к Пингвину, там как бы компьютерная сеть, все дела, доступ к... Ну, короче, с Уэйнами все, считайте практически все ясно Сейчас они накроют, выведут из игры Брюса Уэйна Нельзя, чтобы Бэтмена вывели! Если выведут Уэйна, то останется Бэтмен Если выведут Бэтмена, то и Бэтмен, и Уэйн уйдет Поэтому, я думаю, мы отправляемся, знаете, куда? Остановить Пингвина, скорее всего А двуликий... Ну и пусть Я должен остановить Пингвина, ступай в Бэтпещеру Главное, чтобы Карви ее не нашел Я понимаю Пора заработать Мда... Забавно Ну, посмотрим, как у нас тут вообще все будет развиваться Башня Уэйна, 7.29 Так... Опа-на! Тут эти летают еще Ничего себе! Обалдеть! Очень и очень круто Ох, чувствую, мы сейчас явимся Опа-на! Опа! Ну? А ты как думаешь? Все, ну так ты его выруби хотя бы А то он так и будет орать Люцус, ты здесь? Я подключился к охранным системам Это даст нам преимущество Я могу сказать вам, где находятся охранники Узвальта И какие пути свободны Главное, чтобы ты смог опознать черный ящик пингвина, когда мы будем в лаборатории Это я тоже могу сделать Нормально так? Не ходите сюда Впереди еще охранники Направо Блин, прям как в матрице Впереди дроны! Развернитесь Идите к лифту Я открываю двери Раз Все Давай, 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 давай Ой, блин Нас уже походу спалили Как только можно Открываю двери Так Давай-ка Опа-на! На! Готов? Отлично Видимо, Узвальт у меня в кабинете А как же? Ну, давайте посмотрим Черт, черт, черт! Кто-нибудь его видит? Господи, он весь покоцанный Я его уже не видел Бездари, вы все бесполезны! О! Ха-ха-ха-ха! Это летучая вышка! Ты труп, чувак! Ой, разве не самое большое удовольствие Снова увидеть твою кислую рожу? Радуйся, пока можешь, кабалпот Я снимаю тебя с должности А, я так не думаю Собственно, это я собираюсь тебя поколотить Так Этому не бывать Откуда такая уверенность? Ты говоришь так, будто уверен в этом Ну да, так и есть Мне нравится твой стиль, Бэтмен Правда, нравится Но ты начинаешь мне надоедать Дети Аркхема пройдут по всему городу И никто нас не остановит Даже ты! Но под моим руководством И с использованием разрабатываемых технологий Компания сможет управлять целыми городами Городами Тебе и твоим планам конец, Пингвин Это все Не, это еще только начало Так, опа-на Что такое? Проверить Вооруженный? Так Понятно, ну с чем можно связать-то? А, я понял эту систему Бляха-муха Эээ! Какое нафиг меню? Возобновить? Вы че? Как мне выйти-то? Ага Так Да что ж такое, а? Ни хрена не могу Черт О, я понимаю Это помогает тебе заранее строить планы, да? Хотя это было хитроумно Довольно ярко до того, как Кто всегда ходит в черном Дело не только в моде Это очень функциональная вещь Смирись с этим, Бэтмен Ты проиграл Без своей техники ты просто парень в маске с острыми ушами Ты не сумеешь нас остановить Сумею Так Ой Черт Так Эээ! Вверх! Вверх! На! Нормально Нам и не нужна техника Ну же, Бэтмен Покажи, на что ты способен Опа-на Все Моя очередь Черт Эээ! Нифига себе Ты жалок! Бей его! Еще раз! Ну! Че за нахер Блин, третьего удара не сделала Такого-то А, загрузка Ох ты, черт Сетевая защита взломана Пролом Да, эта крошка почти закончила Взлом твоей драгоценной сети Это то устройство Еще несколько минут И все твои секреты Мои Я успею тебя остановить Ох ты Так вот, значит Как ты себя чувствуешь Когда натягиваешь свой костюм Мне нравится Черт Это будет интересный бой Давай На! Ох ты Ёй-ёй-ёй Ой, боже Давай, ушастый Делай что-нибудь Ой, нормально Ой, хоро Да что ж такое-то А вот непруха-то Ааа Давай, вот Ой Ёй-ёй-ёй Хватит Сопли в тени обратные Давай Разве ты еще не понял Твоя лавочка закрыта Все игрушки стали теперь моими Бэтмен Блин, ну и кулаки у него Ох ты Ооо Ха-ха-ха-ха Слушайте Че ты не вывоз Здесь начинается новое наследие А тебе, увы Нет в нем места Ключ хватай Ооо Так Нормально Бэтмен, у тебя же подготовка Ты же там этот ниндзя Еще, ну Ооо, есть Выбили его Этот вот, кстати Фирменный пендвиновский Этот Монокль Как он там Да что ж такое, а Ой На, давай-давай-давай Залом Опа-на Нормально Все Какие-то Джаксовские установки Поставил себе Думал поможет Он сейчас Кувалду возьмет Хе-хе-хе Красавец вообще Ох ты А так Где наша Не пропадала Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ооо Слушайте Че за Какой-то Я не знаю Прямо Супермен Ты полный Нуа-люблюдок Эх Так вот На Опа-на Коленка Все Есть Ох ты Аааа Вуаля Ты все Хапа Это еще не конец Бэтмен Ты не остановишь нас Надо было сдаться Может быть И по-другому Могло быть Надо было сдаваться Сдаваться? Я уже победил Ты со мной сможешь Сделать все Что хочешь Но замысел Леди Аркхем Уже приведен В действие Где она? Что она планирует? Наша идея Все та же Мы откроем вам глаза Выведем на чистую воду Всех лицемеров Что встали У власти В городе Говори Где ее искать Отвали Ааа Так Оглушить ударом Еще раз Когда придет пора Она тебя найдет На Перчатку Снимай с него Ох ты Ну так он ничего не скажет Так Сетевая защита взломана Ломай это дело Во Все Нормально? Секрет не узнает никто? Ну будем надеяться Главное чтобы вход Не нашли в эту пещеру Что за Вот и меня И срезал Приятель Мда Зато дом Горит поместье Ё-моё Ааа Ну пришлось убирать По крайней мере Лучше здесь Иначе бы тот Бо все секреты узнал А тут хотя бы не узнает Надеюсь Альфред спасся Сэр Это действительно Было необходимо? Ха Скажи им Что Уэйн Затеял Драку Вы гляньте А в конец Вспятил Просто Этот Двулик А Как вот Сам Все что ли Конец Четвертого эпизода На полтора часа Примерно Походу да Пообещали вы Джокеру услугу Какой обещать? Какой нахер обещал? Я вообще же Ничего не обещал А да Не обещал Да Я Постойте Это же не то что не обещал Я вообще промолчал И это видимо За отказ что ли? Так Как вы выбрались Из Аркхема? Своим влиянием Обратиться к полиции Так Ну нормально С Харви Во Ну в принципе Пойдет Ну продолжить Давайте глянем Что там у нас будет В следующем Да какие нахер Приключения В следующем эпизоде Что у нас будет? Угу А следующего Эпизода У нас Не будет Замечательно Ну ладно друзья Тогда по такому поводу Я думаю Давайте здесь мы на этом Закончим И уже Будем разбираться В финальной части Финального эпизода Со всей этой историей В следующей серии Спасибо что смотрели Ставили пальчик вверх С вами как всегда Был Андрей Доцент Всего хорошего вам Крепкого здоровья И приятного настроения Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok